Что ж, приветствую вас, господа и дамы, всех, кто посетил Гарри Кинг Ченнел. Смотрю я тут некоторых, многих, горе-блогеров и просто вспомнил притчу о мухе и пчеле. Это короткая, я просто вам ее сделаю небольшой пост. Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит насчет цветов, не знаю. А вот консервных банок, навоза, нечистот, вот в той канаве полным панно, и муха начнет по порядку перечислять тебе все помойки, на которых она побывала. А если спросить пчелу, не видела ли ты здесь в окрестностях какие-то нечистоты, и она ответит, нечистоты, нет, не видела. Здесь много благоуханных цветов, и пчелка начнет перечислять тебе множество разных цветов, садовных, полевых. Видишь, как муха знает только о помойках, а пчелка о том, что неподалеку растет лилия, а чуть подальше распустится гиацинт. И как я понял, одни люди похожи на пчелу, а другие на мухи. И те, кто похож на муху, в каждой ситуации выискивают что-то плохое и занимаются только этим. Ни в чем не видят ни капли доброго. Те же, кто похож на пчелу, находят доброе во всем. Человек, ну, поврежденный и мыслит повреждение, я не знаю, а тот, кто похож на пчелу, находит доброе во всем. И ко всему она относится с предупреждением, который похож на муху, и все видит шиворот на выворот. И когда тот, у кого добрые помыслы, что бы не увидел, что бы ему не сказали, включает работу добрые помыслы. Ну, и я считаю, что моя семья, я сын, жена, мы все-таки такие, как пчелы. Ну, а те, кто любит, конечно, смотреть видео мух, ну, пожалуйста. Я считаю, что у них тоже очень много в этом будет. Ну, что же, господа хорошие, я надеюсь, что мой канал это не для мух, а для пчелок. Ну, что же, поехали. Ну, что же, пост получился необычный, но было настроение, решил его сделать, озвучить. Ну, дальше поехали. Вот по информации непосредственно по тылю. Ну, что о нем. Это вот отельный комплекс Лариса Клуб Акман Парк расположен в Турции, в городе Чемьёва. В часе 10 и 11 минутах езды на автомобиле от Международного Анталия. Лариса Клуб Акман Парк классифицируется как четырехзвездочный отель. В своей инфраструктуре все необходимое для комфортного и незабываемого отдыха в Турции. И просто я вот решил, что я считаю, что это очень приличный отель. Ну, и вот Лариса Клуб – отличный вариант для выдержанного и уединенного отдыха. Как для взрослых, с детьми, так и для молодежи. Я уже повторюсь и скажу еще не первый раз, что здесь очень приличная мелкая галька. То есть, с детьми очень хорошо. Концепция питания в отеле Лариса Клуб Акман Парк в рамках туров в Турции предусматривает все включенную. И проживание в рамках, которые к услугам людей, туристов, главный ресторан-гостиницы Лариса Клуб Акман Парк, рабочие по расписанию. И они вот очень доброжелательный персонал. Предлагает широкий ассортимент европейской, местной, вегетарианской кухни на завтрак, обед и ужин. Все блюда сервируются по принципу шведский стол, а для настоящих романтиков возможен спокойный и удивленный ужин в а-ля-карте ресторане, где обслуживание гостей производится по меню. К услугам отдыхающих в Турции и Санкт-Петербурге в отеле Лариса Клуб Акман Парк по системе все включено на территории гостиницы, функционируют бары и кафе, которым туристам предлагают различные перечень алкогольных и безалкогольных напитков. Напитков местного разлива, а также элитные алкогольные напитки местного импортного производства за дополнительную плату. Ну, как я уже говорил, отель расположен на берегу моря, это первая линия, я считаю, немаловажна для четверочки, тем более в этом регионе очень дорогая земля. Расположен в поселке Чемьёва, ну это я считаю, это один поселок за горочкой Кериш, а там их Чемьёва с Керишем разделяет речушка такая пересохшая. Ну, летом на неё машине переезжали, а так вообще, я думаю, что когда в межсезонье, Стахталы, Старовские горы, я думаю, что там и льёт будет торопче, не знаю, море. Расстояние до рапорта 55 километров, до Анталии 45, ну до Кемерчика, я как говорил, 5-6 километров. Рядом стоящие отели Натурланд, Халдис Бич и Робинзон Клуб. Да, вот отель немолодой, ну я считаю, для Кемеры это нормуль. Открыт в 1995 году, последний ремонт 2010 год. Общая площадь отеля 10 тысяч квадратных метров, 10 трёхэтажных бунгалов, в отеле 140 номеров, немного, но и немало, я считаю. Открытый плавательный бассейн 220 квадратных метров, бассейн с горками, основной ресторан, закрытая секция, рассчитанная на 100 человек, открытая секция на 300 человек. А-ля карт ресторан, за денежки 1 бар. Для детишек, детская анимация на русском языке, открытый детский бассейн, детская площадка, мини-клуб, в ресторане предоставляются детские стулья. Я считаю, это для четвёрочки очень прилично. Ну, как я уже говорил, по питанию всё включено, завтрак, обед, ужин, шведский стол, поздний завтрак, снэк, полдник, местные, алкогольные и безалкогольные напитки. С 10.30 начинается и до 23.00, а там уже за денежки, ну, эстеты, как я уже говорю, денежки берите, покупайте в магазинах или в юде. Все импортные напитки, свежевыжатые соки, мороженое, кофе по-турецки, все напитки на дискотеке и напитки в бутылках, услуга а-ля карта ресторана, за денежки. Все напитки и еда после 22.30 за денежки платно. Ну, по стандартному номеру, индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ с российским каналом, мини-бар, ну, пустой, вижу. Прямой телефон, ванная комната, фен, сейф за денежки, керамическое покрытие, балкон, уборка номера каждый день, смена полотенец и постельного белья 3 раза в неделю. Номера с видом на море и сад. Я говорю, место изумительное, апельсиновые сады, я считаю, что очень достойный оттенок. Первая линия, собственно, песчано-галечный пляж, пирс, лежаки, зонтики бесплатно. Так что вот, господа хорошие, думайте сами, решайте сами. Ну, я особо, кто захочет информацию, я не знаю, отзывы, почитает, тут мне писали, я вот решил просто сделать пост и людям рассказать. Мое еще, повторюсь, личное мнение, хороший отель, приличный сервис, персонал нормальный. Первая линия, пляж мелкая, галька для детей супер. И изумительная природа, панорамные виды Тахтала и апельсиновые сады, Средиземное море с голубым флагом, очень рекомендую. Ну что ж, прощаюсь с вами, желаю вам и близким здоровья, благополучия, отдохнуть в прекрасном отместе, классном отеле с близким вам человеком. Хорошего дня и шикарного вечера, искренне ваш Гарри Кинг. Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok